Eurasia Review, Испания, война в Ливии, редкий пример совпадения взглядов между США и Россией. Джеймс Дорси, Eurasia Review, Испания. 24 апреля 2019 года, Россия и США в последнее время мало в чем сходятся. Ливийский фельдмаршал-перебежчик Халифа Белкасим Хафтар, редкое исключение. Пока господин Хафтар поливал минометным огнем южные пригороды ливийской столицы Триполя, а бой между его ливийской национальной армией, ЛНА, и признанным ООН-правительством достигли юга страны. США и Россия убрали призыв прекратить огонь с официальной повестки Дня Совета Безопасности ООН. Россия составила компанию союзникам США, объединенным Арабским Эмиратом, Саудовской Аравией, Египту и Франции. Поддерживающим Хафтары за то, что тот держит нефтяные ресурсы страны с железной хваткой. Кроме того, они утверждают, что в правительстве и в Триполи доминируют исламисты. Россия заблокировала британский проект резолюции, в котором вина за боевые действия возлагается на боевого командира повстанцев. США свои возражения ничем не мотивировали. Однако Вашингтон разделяет отвращение Москвы к исламистам и не хотел бы ссориться с некоторыми из ближайших союзников на Ближнем Востоке. Уж никак не сейчас, когда ООН расследует обвинение против ОАЭ в нарушении эмбарго на поставку оружия в Ливию. Последствия Америка на российского согласия относительно геополитической ценности господина Хафтара выходят далеко за рамки Ливии. Этот уговор проливает свет на то, каким президент и Дональд Трамп и Владимир Путин видят новый миропорядок. Наконец, можно немало подчеркнуть о российских целях на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Этот взгляд на регион всячески продвигается ставленниками наследного принца ОАЭ Мухаммада и Бмзаида, а он считает авторитарную стабильность лучшим противоядем от народных восстаний, которые охватили арабский мир в 2011 году, а в последнее время заново разгорается в Алжире и Судане. Уговор между Трампом и Путином строится на негласном соглашении между нелиберальными, авторитарными и откровенно диктаторскими лидерами о том, какие ценности лягут в основу нового миропорядка. В таких случаях, как Ливия, это соглашение низводит соперничество сверхдержав с борьбы за основополагающие понятия, такие, как права человека и меньшинств, к банальной дележке. Российская поддержка господина Хафтара вписывается в более широкое представление о Ближнем Востоке и Северной Африке как о Барене, где Россия сможет бросить вызов США, причем безотносительно к тому, договорятся ли господа Трамп и Путин, кого поддерживать в ливийской гражданской войне, обострившейся вмешательством иностранных держав, или нет. Специалист по российской безопасности Стивен Бланк, Степан Бланк, утверждает, что стратегия Путина строится на замыслах Евгения Примакова, бывшего российского министра иностранных дел и вице-премьера, эксперта по Ближнему Востоку, лингвиста и опытного разведчика. Господин Примаков считал Ближний Восток ключевой ареной для противодействия США. Там Россия, даже ослабленная распадом Советского Союза и экономическими неурядицами, сможет восстановить свой статус мировой региональной державы и укрепиться в роли одного из полюсов многополярного мира. Стремясь восстановить величие России, Примаков и Путин в итоге пошли на стратегическое воспрещение, отказывая Вашингтону в единоличном господстве на Ближнем Востоке. Ведь оттуда влияние США может распространиться на Содружество независимых государств, СНГ, созданное после распада СССР для объединения постсоветских государств, рассуждает Бланк. Примаков и Путин полагали, что, преуспев в своих замыслах, Москва заставит США признать многополярный мир и ту роль, которая в нем отводится России. А это, в свою очередь, позволило бы Путину похвастаться перед российской элитой своими заслугами, мол, это он вернул России статус сверхдержавы. В Сирии и России удалось продемонстрировать свое военное мастерство с негласного дозволения США. Наряду с этим Россия использовала свои политические и экономические рычаги, чтобы создать союз с Турцией и партнерство с Ираном. Этот подход позволил нейтрализовать влияние Турции и Ирана на Кавказе и в Центральной Азии, считает Бланк. Несмотря на жестокие репрессии против религиозно мотивированных чеченских повстанцев в 1990-х годах и вопреки еще теплящейся памяти о советском вторжении в Афганистан, Россия воплощает в жизнь заветы ОАЭ и преуспела в этом гораздо больше Китая или США. Вот смысл этих заветов, выполняемых России, продвигать пацифистскую, верно подданническую версию ислама, лояльную к действующим властям, а потому аполитичную. Российское участие включает в себя целый спектр методов, от переговоров с боевиками до сотрудничества с мусульманскими автократами ради осуждения поборников ультраконсервативного ислама. Чтобы застраховаться от любых рисков, Россия сохраняет открытыми контакты с ливийским правительством национального единства, КНЕ, в Триполи. Добиваясь равновесия в отношениях с Хафтаром и премьер-министром КНЕ Фаизом Аль-Сараджем, Россия ходит по лезвию бритвы, как она уже делала в Сирии. Однако при поддержке ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта она заявляет о своих притязаниях на роль потенциального посредника, который поддерживает связи с обоими участниками конфликта. Как сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, мы исходим из того, что будущие Ливии должны определять сами ливийца. Убеждены в том, что инклюзивному внутриливийскому диалогу нет альтернативы. Джеймс Дорси, старший научный сотрудник Школы международных исследований Минице. Раджарат Наминаньянского технологического университета и автор блога «Турбулентный мир ближневосточного футбола» Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.